Началась реконструкция Саратовского железнодорожного вокзала, но, наверное, здесь надо было поставить не зелененькую, а только, знаете, не красненькую, не зелененькую, а желтенькую, потому что она началась действительно, и первую платформу мы попытались в этом году сделать, а следующий этап – это уже реконструкция самого вокзального комплекса, но на этом я остановлюсь чуть попозже в своем докладе. Давайте мы с вами немножко в историю уйдем. В 2018 году, когда было принято решение о реконструкции вокзального комплекса, в протоколе губернатора Саратовского области Валерия Васильевича, да, очень правильно написано, что компания РЖД занимается реконструкцией вокзального комплекса, а муниципалитет занимается развитием тревокзальных площадей. А вот с точки зрения развития привокзальной площади мы готовим на все, даже предложили два объекта, над которыми сейчас работает муниципалитет, общежитие и комбинат питания. Мы предложили сказать, если вы как-то надо расширить, то нельзя, допустим, там как-то решить вопрос, связанный с парковкой, да, ну давайте мы вам передадим, причем мы не продаем этот имущественный комплекс, а безвозмездно передаем муниципалитету. То есть мы говорим, ну возьмите два имущественного комплекса, причем есть обращение Валерия Васильевича Радаева, есть ответ генерального директора компании РЖД Рекландовича о том, что мы готовы на безвозмездной основе передать муниципальному власти два объекта. Но, по крайней мере, мы сейчас пока ждем ответа от муниципалов, возьмут или не возьмут. В продолжении вопроса коллег, вот в этой цепочке передачи объектов, здания общежития и комбинат питания, вот в целом, как бы вы охарактеризовали ваши взаимоотношения с муниципалитетом? Ну, не знаю, если вам будет проще, то пятибалльней шкале какую-нибудь оценку для этой ситуации? Ну, вы знаете, наша ведь задача помогать. Мы понимаем, что не всегда можно решить вопросы, связанные с парковочным пространством, ну вот, таким, знаете, методом, что надо убрать вот это, надо убрать рынок, еще что-то убрать. Мы говорим, ну, если это не решается вот таким образом, ну, давайте мы готовы наш имущественный комплекс не продать, а передать. Но, я так понимаю, что в муниципалитете тоже возникли вопросы, а как принять? То есть, мы-то готовы передать, а технология приема пока на сегодняшний день, она не выработана. То есть, ну, как мы понимаем, как только примут решение, вот, по технологии приема на свой балансовый учет двух имущественных комплексов, так у нас будет, пойдет сразу же движение, которое будет оценено по пятибалльной системе. Пока мы оценить не можем, потому что пришло обращение губернатора, что нужно, мы ответили, что мы готовы. А дальше, вот, как вот технология, так будем оценивать. Ну, вот, ну, еще хочу подчеркнуть о том, что сразу же встали вопросы о том, что вот вместо общежития надо сделать там гостиницу, там, еще что-то. И вот, у нас есть одно маленькое такое условие о том, что если мы уж говорим о наших жителях и о парковочном пространстве, то тогда никакой гостинице речи быть не должно идти, потому что мы передаем безвозмездно, не под гостиницу, потому что мы сами могли бы, ведь любой имущественный комплекс и нет, и кадастровую стоимость, и коммерческую стоимость, мы могли бы продать в любом его месте, ну, и сами бы сделать, да. И, ну, поверьте мне, компания не на этом бизнес строит, поэтому мы готовы передать, но по одному стою. Нужно выстроить так, чтобы было удобно пассажирам и нашим жителям. Население очень страдает от железнодорожного переезда, на песчаном мёрзком тракте возле станции Жацминная. Вопрос заключается в том, осуждался ли когда-нибудь вопрос по поводу строительства путеповодных. Компания РЖД не просто так продывает деньги в обход Саратовского узора, 59 миллионов рублей. Поэтому, как только будет реализован проект, мы надеемся, что из чертых города обход будет с Липовского до Курдюма, с Курдюма до Ивановского. Основное направление движения призовых поездов будет рассчитано там, по обходу. В 2024 году, я надеюсь, что мы развяжем этот узел, как вы говорите, призовое движение, куда не делаешь. Оно идет, и это основная часть нашей компании. По поводу строительства путепровода, если, может быть, область или муниципалитет заинтересуется строительством путепровода, мы готовы в этом проекту поучаствовать. То есть мы, то, что касается железной дороги, выносы, коммуникации, предоставления, мы готовы этим вопросом, взаимодействовать с тем, чтобы область или муниципалитет построили путепроводные вопросы. Мы сами должны. Обношение к железнодорожной ветке, которая проходит в районе Ново-Набережной, и какова ее суббота? Нет. Ее будут передавать в городу? Нет, просто, во-первых, офицер правительства Саратовской области, Александр Михайлович Старухин обратился к нам о том, чтобы демонтировать вот эту ветку, и это имеется в виду на Провянске, да. Мы провели переговоры с клиентами, которые получают груз по этой ветке, хотя там, знаете, давным, да, по ним не ездят. Поэтому мы готовы ее демонтировать, демонтировать и земельном участке передать, пусть это все будет в виде пляжа, там, еще куда-то. То есть мы за любое хорошее начало, только чтобы оно не превратилось опять в какой-то вот непонятный проект. Поэтому, ну, пожалуйста, сроки, а мы обратились уже, мы не просто же так, мы для того, чтобы линию, вот эту линию демонтировать, мы должны обратиться в Министерство транспорта Российской Федерации Минтранс, мы должны получить разрешение после этого произвести демонтаж, поэтому я думаю, что в течение 20-го года мы произведем демонтаж, потому что, поверьте мне, наверное, вот с железнодорожниками проблемы не придет, связанных с демонтажом этой линии. Мы сделаем все, чтобы не мешать строительству пляж и развитию пляжи. Возвращаемся к вопросу реконструкции здания Саратовского отзала. Не отказались ли от идеи 25-метровой зоны досмотра? Еще раз, вот что за зоноган насмотрели, проект будущего здания, планируется, что перед входом будет 25-метровая досмотровая зона. Мы не изменяли проект, прошел в главу госэкспертизу. Любые изменения в проекте приведут, даже если мы вот эту маленькую территорию, там, где машины стоят, там, парковок, да, если мы сейчас будем как-то размешовывать или передавать, это изменения в проекте, изменения градостроительного плана земельных участков, ГПЗУ. Это невозможно, это нас откинет на год-полтора, чтобы мы прошли все пересогласования и вновь прохождение главного госэкспертиза. То, что нас попросили, немножко отодвинуться и дать возможности, ну, как-то парковаться, да, вот так вот, и занимать площадки. Мы это можем, ну, пока можем делать до определенного момента. По всем вот этим вот земельным участкам будут еще и проходить, ну, у нас здесь, к сожалению, нет, наверное, слайд, да, там будут проходить линия 10 кВ, 0,4 кВ, ливневая канализация, потом еще что у нас там проходит? Ливневая канализация. Бытовая еще. Бытовая канализация проходит, да. В общем-то, и как только мы начнем трассы вести по этому направлению, извините, но нам ничего не остается делать, как просто оградиться и проводить стратеграмонтажные работы уже с выносом коммуникаций, не с подхватками. Потому что помимо еще вокзального комплекса мы же делаем тягу под станцию и дачим усиление, усиление устройств энергоснабжения. И это не мы выдали такие технические условия, а нам выдали технические условия энерго... То есть, поглядь, гор Олектросеть. Гор Олектросеть выдала технические условия, да, поэтому мы выполняем такие технические условия, которые были выданы нам при еде, конструкция, визайна, на нас. Спасибо. 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 Спасибо.